Давайте про активность, пожалуйста. Почему еще не сделали? Продолжение следует... 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 Это было порядка, как я уже говорил, 600 миллионов. Это включая коммерческие деньги, включая помощь от области, это включая деньги от партнеров и те деньги, которые мы получали от лиги впоследствии ТВ-трансляции, то есть оплата за права. Спасибо. И второй вопрос. Факе хорошо пошумел в прошлом сезоне в РПЛ. В связи с этим наблюдаете ли какой-то интерес от крупных спонсоров? Может быть, ведутся переговоры с какими-нибудь суперкрупными компаниями? Вы знаете, у нас в принципе, наверное, такая, скажем так, экономическая ситуация, она стабильна, но я говорю сейчас и про клуб, в принципе, и про футбол, наверное, потому что все клубы даже условно с учетом нынешней логистики, они не рассчитывали на те расходные составляющие, которые там сейчас понесут. Но многие клубы, условно, там все могут позволить те же частные, что правильно, там, для команд, которые прилетают во времени неограниченные, то есть восстановление идет по-другому. У нас здесь у трех регионов вообще все сверху на голову, теперь перевернулось, понятно, все это понимают, это как бы данность, которую мы принимаем, да, но говорить о том, что мы пошумели, и тут нарисовался большой спонсор компании, которая захочет просто дать денег, вложить в футбол, я не могу говорить о том, что стоит очередь. Я могу лишь говорить о том, что факел предпринимает попытки со своими партнерами и помощью области, также, возможно, в первую очередь, по ряду переговоров с компаниями, которые, возможно, будут заинтересованы в подписании контрактов. Это не называть как помощь, нас интересуют коммерческие контракты в первую очередь, вот, и в будущем, возможно, что-то получится. К сожалению, это долгий путь, который нужно проходить, особенно в нынешних реалиях, о чем я уже сказал, вот, но его нужно попытаться пройти. Я думаю, что работа, которая проводится годами и месяцами, не одним днем и неделями, она рано или поздно не уйдет в песок, а вылится во что-то более конкретное. По крайней мере, естественно, мы в этом правильной работаем и очень хотим этого добиться. Но говорить конкретно, что стоит какая-то очередь из-за того, что мы пошумели, нет. Спасибо. Станислав Климентов, «Близное создание оберега». Как раз в предложении предыдущего вопроса по поводу Пашумели. Вот, сразу хочется сказать пример Балтику, которая еще никак, по сути, не проявила, абсолютно никак не заэкопитовала, только-только как оставала в Высшую Лигу, то есть Российскую Лигу, и у нее появился уже спонсор Ростех. И вот в связи с этим возникает вопрос, что тогда надо сделать факел, чтобы у него появился там свой Ростех, Росатом? Ну, мне и корректно говорить с других коллег, я никогда вообще не обсуждаю, что происходит в других командах. Считаю, что и другие коллеги этого тоже делать не должны. Это некая корпоративная этика, ее нужно преследовать даже в хорошем понимании. Я услышал вопрос, если абстрагируюсь говорить общо, то факелу нужно биться и доказывать свою состоятельность изо дня в день во всех компонентах. И как я отвечал уже на предыдущую историю, может быть такова судьба клуба через термин к звездам. И те усилия и команды, и всего клуба, которые делались за эти годы и за этот период в прошлом чемпионате и так далее, являясь новичками, я еще раз говорю, с самыми маленькими и скромными возможностями, я думаю, что вся эта работа и энергия, энергетика болельщиков, которые поддерживают клуб в любой ситуации дома, на выезде и составляют эту атмосферу, которую они создают сами, я думаю, что вот отвечая, повторюсь те же слова, в песок, я думаю, что никуда не идет. Просто вопрос динамики, он либо как бы всем нам хочется быстрее, здесь, к сожалению, наверное, быстрее не получается. Но это надо принять как данность и работать дальше, либо можно как-то успокоиться и опустить руки. Тогда я думаю, что из этого точно ничего хорошего не получится. Все мы работаем, еще раз говорю, члены для этого совета работают в этом компоненте, но не все так просто, еще раз говорю, учитывая особенности и реалии сегодняшнего дня. Спасибо. Добрый день, Мария Бакцина, Воронежские новости. Так или иначе, для разбития энергии всегда дают какие-то ресурсы. Вы вначале сказали, что команда с ограниченными возможностями, но речь только про финансовые возможности. Что для нашей команды основными ресурсами сейчас является? Я не думаю, что сложный вопрос, я просто думаю, как ответить правильно, потому что, вы знаете, футбол и профессиональный спорт, он не делится от финансов никуда. И наша жизнь, в принципе, тоже. И чем больше у тебя финансов, тем больше у тебя возможностей при правильном использовании этих финансовых возможностей. Это тоже очень важно, нужно подчеркивать, еще раз говорю. Мы, в принципе, уже доказали и доказываем, что мы и так можем быть состоятельными, не в топе, но состоятельными в конкуренции с другими клубами, которые гораздо богаче, чем футбольный клуб «Факел». Но если не говорить про деньги, потому что нельзя эти вещи совмещать, их нужно отделять, то, естественно, это та аудитория, это те болельщики, которые есть у футбольного клуба «Факел». Я об этом говорил, как я пришел с 2019 года. Это тот ресурс, наверное, внутренняя какая-то опора, которая у клуба была на протяжении многих лет. И, наверное, это какая-то там уникальная даже ситуация, я могу ее и так назвать, что клуб 21 год, который не участвовал в премьер-лиге, находясь много раз в зоне вылета и опускался во вторую лигу, не утратил то количество, то есть иногда количество на стадионе утрачивалось за это время, но в городе ажиотаж среди поколений старших, средних, молодых людей, совсем детей, он не был утрачен. То есть тот потенциал, который существовал в течение 2021 года, его просто нужно было правильно реализовывать, правильно, наверное, общаться с болельщиками, поворачиваться, показывать, конечно, в первую очередь то, чего в Воронеже правильно требуют, и о чем мы с болельщиками договаривались еще в самом начале, особенно с активом, о том, что можно простить все, без воли простить нельзя. Вот этими постулатами мы, наверное, живем, и мы пытаемся от этих договоренностей ни руководства, ни сотрудники, ни команды все не отходить от этого, да, то есть поэтому это все делают болельщики, это всю атмосферу, традиции, все, что есть, делают они, исключительно. Ирина Комиссарова, Вести Воронеж. На прошлой конференции, если вам уже ранее, вы сказали такие слова. Почему хочется красивой игры и вылета, или некрасивой и остаться? Я сам не нашел ответа, сомневаюсь. Вот сейчас, пусть я снова удалось найти ответ. Вы не продолжили мою фразу до конца. Я это сказал, но потом продолжил говорить, я продолжил потом говорить и рассуждать о других вещах, что если, естественно, стоит вопрос о том, что клуб должен остаться в премьер-лиге, то, скорее всего, и мы это уже, еще раз говорю, слава богу, там, показали-доказали, то, конечно, лично я выберу премьер-лигу. Потому что одно дело, когда у тебя бюджет осуществляется миллиардами и играют игроки другого, скажем так, возможностей по приглашению игроков и состава, условно, у тебя в разы больше, то, наверное, здесь полноправно требовать, в зависимости, опять же, от традиций все уходит, опять же, традициям и болельщикам требовать экскрометные игры очень красивого какого-то футбола без каких-либо ограничений. Но мы, я думаю, что все реалисты и все прекрасно понимаем, я думаю, что любого болельщика, ну, не любого, но, наверное, каждый второй или, там, не знаю, даже каждый первый, там, виднее вам больше, скажет, что, конечно же, он предпочит видеть команду в премьер-лиге. Отсюда и стабильность, да, то есть какое-то нарабатывается, то есть команда, которая, еще раз повторяю, с 21 года не присутствовала в высшем дивизионе элитном страны, просто так все не бывает, нужно пройти определенные, наверное, трудности и становления для того, чтобы эта стабильность уже переносла во что-то более красивое. Роман Громович, проясните, пожалуйста, ситуацию с ареной для «Факела». То есть я правильно понимаю, что если бы команда не удержалась, то мы бы где-то играли в другом месте, не на центральном стадионе, поскольку там начинался бы ремонт. или еще что-то не то, с морозом. Вот, значит, мы говорим о ремонте на главном стадионе, который будет, и о стадионе «Факела», который сейчас станет. Какая арена «Факела» основная станет, может быть, не в этом году, а в следующем? И вот, может быть, по ремонту на «Факе», скажите пару слов, по его реконструкции. Ну, вопрос про инфраструктуру, я еще раз повторюсь, сейчас скажу. То, что вы вначале сказали, я думаю, что это, да, немножко не совсем корректно, потому что никакой привязки к результатам клуба, по мне, не должно быть, да. Но клуб не занимается строительством, это тоже важно, да, этим занимаются профильные департаменты области и так далее, то есть сама область. Но, еще раз подчеркну, строится на «Маршака», где был в «Факе», комплекс спортивный из «Факе», стадион «Десяттысячник», который в последующем должен стать резервным, а команда в будущем, если все складывается правильно и по утвержденным каким-то там планам, условно, без всяких изменений, вернуться на стадион «Труд», который будет уже отреставрирован под большее число и станет основной арендой. То есть все очень просто. Когда это произойдет, основной арендой, когда будет отреставрирован? Я не обладаю такой информацией, потому что, еще раз говорю, я не строитель, и клуб не занимается стройкой и тем более там финансированием, чем-то еще этим занимается область. Вы читали, что на днях состоялась там первая такая более глубокая рабочая встреча по поводу как раз-таки стадиона на ЦСП «Труд». Как только, я так понимаю, область совершит выкуп этого стадиона, соответственно, приступит к разработке проектных решений по этому стадиону. Так же, как это было по «Десяттысячнику» на «Маршака». Поэтому говорить о точных сроках могут только строители. Я думаю, что они даже сейчас сами не отметят, пока не будет проектного решения по этому стадиону. То есть ближайший сезон «Факел» проведет на этом? Ну, я не думаю, что… Вы знаете, я еще раз говорю, я не строитель, но я дико сомневаюсь, как, наверное, вы все, что стадион ЦСП можно отреставрировать за один год, правильно? Ну, невозможно, да. То есть видели самостроение сооружений. Поэтому, конечно же, на несколько лет вперед «Факел» будет играть на «Десяттысячнике», пока будет вестись реконструкция на этом стадионе. Как я это вижу и насколько я обладаю информацией? Вот в продолжении. У нас стало хорошим тоном постоянно ругать поле, на которое играет «Факел». То есть поле плохое, там трава какая-то не такая. Насколько вот нынешняя инфраструктура главной арены, той, на которой играет команда «Премьер-лиги», на которой она, на какой уровень она отстала требования с рождением? Вы были на стадионе? Ну да. Ну, были. Были, да. Видели все. Старый советский стадион. Как я могу сказать, насколько она отстала? Ну, когда, когда… Играла у нас здесь не так давно. Сколько? Не так давно это сколько? Паша, поправишь на сколько лет? Двенадцать. 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 Ну, как бы это давно. Для футбольной инфраструктуры и футбола это давно. А она там играла, потому что там сделали косметический какой-то ремонт, слава богу, да, условно. Но глобальных-то каких-то вещей не переделывалось. То есть мы говорим о глобальной реконструкции. Стадион, который будет с навесами, там, современной, от печати, всем требованиям и так далее. Мы же про эту речь идем. Поэтому говорить о том, что стадион, который был построен в 50… В каком году? Я бы сказал, что он в 30-х. Или в 30-х, или в 50-х. Ну, ничего особо. Ну, ничего же не менялось. Настроили там второй. Но это вам виднее. Я историю не настолько глубоко знаю. Я не из Воронежа, поэтому мне тяжело рассуждать. Ну, конечно же, он отстал, но играть на нем сейчас можно, потому что всем требованиям он отличает. По поводу поля, хорошим тоном стало для кого? Для тренеров часто бывает так, что тренер, в том числе и Факула, часть премьерных тренеров. Вот у нас три тренера за сезон. То есть изначально мы говорили, что у нас плохое поле. Потом Пятибратов стал хвалить тех людей, которые за него отвечают. Так оно хорошее или плохое, наоборот? Все. Когда мы играли в ФНЛ, и мы были арендаторами этого стадиона на матче, когда я пришел только. И профсоюзы непосредственно руководство стадиона занималось этим полем. А для меня оно и так старое, понятно. Но оно было недостаточно хорошего качества, и у них не было столько возможностей для того, чтобы это поле поддерживать в нормальном состоянии, которое соответствует еще раз требуемым регламентам даже ФНЛ. Как только стадион перешел в управление профильного департамента области спортсооружения, был подписан договор на пять лет, насколько я знаю, то те люди, агрономы профессиональные, которые занимаются также полями на чайке, на локомотиве, приступили к уходу за этим полем. Плюс оно было немножко реставрировано, реконструировано, как угодно говорить. Вы видели это по вратарским площадкам. Плюс была установлена автоматическая система полива, плюс были проведены очень большие колоссальное количество работ по уходу за этим полем, и на сегодняшний день это поле соответствует всем нормам. И я считаю, что это поле достаточно нормальное для того, чтобы проводить матчи, не говоря, естественно, о том, что оно новое, последнее поколение, которое было сделано только год назад. Нет, конечно. То есть оно достаточно само по себе старое, мы все это знаем, но оно соответствующего уровня, и вы видите это, в принципе, по картинке, можете как-нибудь, если, может быть, будет интересно кому-то прийти, посмотреть на него более вблизи, но говорить о том, что оно где-то мягкое, где-то это, ну, я говорю еще раз, иногда есть поговорка плохим танцорам, всегда что-то мешает. Те команды, которые приезжали сюда и нас обыгрывали, они ни слова не сказали про поле. А те команды, которые получили здесь большие проблемы, ну, посчитали возможным там посетовать, наверное, на поле. Мы тоже можем много чего рассказать про стадионы, куда мы ездим и так далее. Придраться можно ко всему. Вопрос, ты либо работаешь, либо придираешься и принимаешь те результаты, которые есть. Я вообще хотел бы вернуться немножко к вопросам селекционной работы. С каким числом игроков сейчас ведутся переговоры с тех, кто тренировался с командой и до сих пор не продлил контракт, не переводписал? С игроками, которые сейчас прямо в команде? Да. Или со всеми уже в контракт подписаны? На сегодняшний момент все те, кто присутствует в команде, они имеют действующий контракт. И скажите, ошибаюсь или нет, думаю, что с немалым количеством игроков контракт подписываются на год? Или это более долгосрочные договоры? Как и в любом другом клубе, практически, с нашими реальными нюансами, конечно же, переводя на именно Воронеж, есть разные подходы к тому, как ты договариваешься с игроками. У нас есть и долгосрочные контракты, у нас есть и краткосрочные контракты на год, но утверждать, что у нас есть только годовые контракты, это не верно. Соответственно, есть и такие, и такие, и такие. Опять же, это зависит от возможностей. Если ты договариваешься с каким-то игроком и обрисовываешь ему динамику развития и перспективы и так далее, и хочешь, чтобы он остался у тебя, условно, на более долгий срок, то обычно игроки, представители, юристы, без разницы, как их называют, вместе с игроками и их семьями, они, естественно, так как подписывают долгосрок, хотят получить определенные там либо вознаграждения, гарантии, какие-то бонусы и так далее. Если мы по каким-то игрокам не можем осилить или взять на себя эту ответственность, то нам приходится подписывать договора подкосрочные. Все очень просто. То есть, либо ты подписываешь игрока, либо он уходит в другой клуб. На сегодняшний день мы будем выбирать, исходя из наших возможностей, естественно, наличие игрока, нежели его отсутствие. Поэтому ряд ограничений он есть, еще раз говорю, все всегда будет упираться в финансы. И правильно, я так думаю, что задача факела стоит на этом сезоне остаться снова в премьер-лиге, правильно? Если я скажу обратно, вы, наверное, или болельщики сожгут на костре. Тут вопрос к другому. Сейчас пока как рассуждаете, что все-таки напрямую остаться или снова через миг? Мы пока не скомплектовались до конца и не поняли, куда мы движемся. Хотя в течение сезона есть еще и зимнее трансферное окно, и мы зимой привезли и усилились еще игроками и так далее. То есть работа не останавливается за один день, неделю, месяц. Но я могу ответить за лично себя. Естественно, задача единственная, может быть, это попытаться остаться. А через стыки или не через стыки это покажет время. Что бы нам хотелось, конечно, без стыков. Нам и сейчас без стыков хотелось. И вы видели, что мы бились до конца и обыгрывали здесь прямых конкурентов дома. И добивались этих очков. Но, к сожалению, так совпало и по очкам, и по результатам других матчей, от которых мы зависели. Где все было против нас. Но если спросить, что я хочу, конечно, я хочу, чтобы факел остался в премьер-лиге без стыковых матчей. Но это естественно. Роман Громович, еще по инфраструктуре. База факелов тенистов, где еще год назад предполагалось открывать именно спортивный интернат, чтобы собирать контактливых ребят из Воронежских и других областей. Эта идея уже похерилась? Или она еще жива? Все время радует, когда, не то, что радует, в кавычках. Очень много в Воронеже встречаю всегда вопросов, либо еще чего-то все, что связано всегда с негативом сразу. Вопрос даже, как поставить можно. Мне хочется все время, чтобы вы и все болельщики, и люди были позитивны. Я с вами уже обсудил плохое поле, похерилось что-то еще и так далее. Ничего не похерилось. Это все не так быстро, как вам кажется, потому что объем работы тоже достаточно большой. Так как этим, еще раз говорю, не занимается частная структура, этим занимаются области противного департамента. Отсюда проектные документации, сметы, тендеры, переговоры с прямыми подрядчиками, субподрядчиками. Я вот не работал до этого, в частных клубах всегда присутствовал, то есть не был связан с этим. Но это, поверьте, очень долгий такой процесс, потому что есть законы, которые нужно соблюдать в стране. Соблюдая все эти нормы, регламенты, законы, естественно, все это иногда выходит в более долгую историю, нежели бы хотелось и вам, и нам, и всем болельщикам. История не похерилась. На сегодняшний момент, что я знаю интернату там быть, вопрос реализации данного проекта вместе со всеми инфраструктурными вопросами, стадионами и так далее, сколько займет времени, не могу ответить, зависит не от меня. Но по проекту и по утвержденной стратегии он там должен быть. И самое последнее, я уже вас от себя уважаю. Оценить, пожалуйста, работу Академии Факела. Наверное, рано еще говорить. Ну вот, что можно сказать по отдаче? Сто процентов говорить уже не рано, можно начинать, утверждать пока что-то рано, но начинать говорить можно. Академия работает и имеет статус в первой категории, а не профессиональной академии. Работают только воронежские тренеры и главный тренер. Это мы к этому стремимся. Я еще раз говорю, не хочу там приводить никого со стороны. Хочу, чтобы были местные специалисты, которые получали бы лицензию, учились, развивались вместе с детьми, вместе с клубом и так далее. Поэтому мы охватили практически все соревнования в прошлом году, несмотря на логистику, то есть автобусы, переезды с детьми, поезда и так далее. Но мы охватили все, участвовали практически везде. У нас есть уже три, вместе с молодежкой, примера вызова в сборную России. Я думаю, что это основной показатель. То есть, если игроки занимают лидирующие места в UFL, в молодежных первенствах, то это уже говорит о многом и дорогого стоит. Плюс, у нас уже второй год подряд в этом году еще большее количество ребят из академии перешло в молодежку. Этот лифт работает, ребята это видят. И даже не выпускной год, а в этом году несколько человек, по-моему, три, 2007 года уже на сегодняшний день тренируются вместе с молодежкой и будут принимать участие не в UFL, а уже в молодежной первенстве России. То есть, этот лифт работает, развиваться есть куда, конечно же. С появлением, о чем мы до этого спросили, того же интерната, у нас больше будет возможностей. Потому что, если мы заявляем в РФС, что у нас есть еще интернат, мы получаем не первую категорию академии, а высшую категорию академии, которых не так много вообще в России. И спектр возможностей и потенциальных, опять же, партнеров РФС и Минспорта центрального, он тоже будет участвовать в развитии академии, даже финансово. При этом академии. Поэтому мы все к этому пути идем, стремимся, хотим. И молодежка сейчас работает отлично, мы очень довольны. Есть потенциально сильные ребята. Не хватает немного, наверное, той базы и физподготовки, которая хотелось бы. Сейчас у нас есть два тренера по физподготовке, реабилитологи в первой команде. Один из них, скорее всего, в будущем будет также заниматься еще и именно физическими, закладкой физического фундамента для молодежи. Правильное питание, туда же все ходит, все вместе. И надеюсь, что этот процесс будет еще более активным. Плюс, нескольких игроков, к сожалению, из той же академии у нас уже переманили. Это тоже говорит, с одной стороны, о позитивных тенденциях в другие более большие клубы. С другой стороны, как бы мы все равно юридически здесь тоже все грамотно, я думаю, выстроили. И эти игроки, они рано или поздно, если даже выстроили в других клубах, они будут приносить доход клубу непосредственно академии. То есть это те регламенты, которые утвердились в ФС по переходам игроков в защищенный период и так далее. То есть теперь система академии, она работает профессионально правильно, со всеми вытекающими последствиями, регламентами и так далее. Поэтому мы довольны, но много чего, конечно, не хватает. Хотелось бы и более современное, дорогое медицинское оборудование для ребят иметь. Хотелось бы иметь еще площадки и поля, где можно было бы играть, тренироваться, потому что у нас и женский футбол развивается. У нас со следующего года, я думаю, что будет команда девчонок U21. Это не просто девочки, это уже будет профессиональная команда, которую мы собираем и должны собрать. И она тоже будет участвовать в соревнованиях. Играть надо, одевать всех надо, ездить надо. Поэтому, конечно же, в этом компоненте мы развиваемся, но будем смотреть на наши возможности. Следующий вопрос. Иван Мамайф, здание 36ОН. Стоит ли ожидать в этом сезоне появления каких-либо легионеров? Если да, то на какие позиции? Разговоры про селекционную работу, которая и состоялась, они всегда такие очень сложные, потому что ни один клуб и ни один руководитель не ответит на этот вопрос. Появление легионеров возможно, почему нет? Потому что они у нас уже были, в принципе, и появились. На какие позиции говорить не буду, но если все получится или там работа будет проведена определенной, говорю еще раз, мы сможем что-то осилить и договориться, то я думаю, что вариант такой возможен. Спасибо. Здравствуйте. Гриша Виктор, аргумент «Видфакел» Черноземья. У меня вопрос еще один по поводу нового стадиона, на который весной переезжает командный «Видфакел». На последней игре «Видфакела» было 15 тысяч болельщиков. Новый стадион будет вмещать 10 тысяч. Понятно, что примерно треть людей в болельщик-ворочник не сможет попасть. Глобально, видимо, эту проблему не решить, можно ли ее как-то загладить. Есть ли какие-то идеи, может быть, альтернативные виды болель организовать? Ну, вот как, например, в 18-м году во Рим-Чехоте мира на Адмиралтейской площади ставили экран огромный, собирались тысячи людей. Здесь атмосфера была приближенная к той, которая на трибуну стадиона. Может быть, другие идеи? Спасибо. Спасибо, да, за вопрос. К сожалению, наверное, всем желающим не удастся попасть. Это правильно. Здесь это как данность, ее нужно принимать, на нее нельзя обижаться, потому что, чтобы иметь что-то лучшее, нужно немножко всем ужаться, потому что переехать на новый стадион, который будет, надеюсь, построен, на 22-25 тысяч на месте ЦСП, нужно будет подождать. Конечно, все не попадут. Идей такой реализации действительно много. определенные, организовывать места, где болельщики смогут просматривать, там, на больших экранах условно, там, делать какие-то с ними программы определенной активности проводить, конечно же, можно и нужно. Здесь больше будет зависеть, наверное, не только от клуба этой истории, но от города, от полиции, потому что мы все понимаем, в каком сейчас моменте мы живем, и делать какие-то массовые просмотры, там, в городе, и еще где-то, условно, наверное, с точки зрения разрешения документов тяжеловато, но если это все будет окей, разрешено, и будет в рамках, опять же, разрешенных документов, регламентов, конечно же, нужно и можно делать. Мы точно будем инициировать такого рода вещи, и будем пытаться тем, кто не попадет на стадион, предоставлять какие-то другие возможности, опять же, если нам разрешат, скажем так. Следующий вопрос. Пару вопросов. Продолжение предыдущего. Завтра стартует продажа абонементов. Скажите, пожалуйста, в связи с подорожанием цен небольшим на абонементы, в связи с продолжающей историей по FAN-IT, есть ли у вас какие-то прогнозы о том, сколько может быть реализовано? Вы знаете, с учетом того, что мы не поднимали там цены практически вообще, и я об этом говорил много, сейчас мы подняли на, я считаю, что совершенно тоже там достойный со всех точек зрения процент, плюс предоставили людям возможность, тем, кто не покупает абонементы, ограничили общее количество продажи абонементов, чтобы люди приходили и могли иметь возможность покупать больше билетов на игры, именно если не могут там в связи со своим временем, либо опять же там финансовым положением заплатить за абонемент, они будут иметь возможность купить билеты. По поводу статистики там или каких-то определенных моих видений, я думаю, что завтра как раз день покажет, но у меня такое ощущение, что как раз-таки там, по-моему, 10 тысяч абонементов, которые будут выпущены для продажи, для реализации, я думаю, что в течение одного-двух дней, я думаю, что будут раскуплены. Ну, это мое ощущение. Дальше мы посмотрим. Фанайди мы уже проходили, зимой мы продавали на вторую часть чемпионата также уже с Фанайди абонементы и продали также достаточно большое количество, поэтому я думаю, что, в принципе, цифры они понятные, чуть меньше, чуть больше, но вот в этих же рамках я надеюсь, что болельщики приобретут эти абонементы, либо это будет полностью выкуплено вся квота в 10 тысяч, остальное будет уже реализовываться на каждый отдельный матч. Следующий вопрос. Владимир Лея Воронеж, недавно у вас состоялась встреча с губернатором, где поднялась тема о строительстве в Воронежской области, в Воронеже манежа для пляжного футбола. Не означает ли ваше участие на этой встрече, что в Воронеже появится своя академия пляжного футбола? У вас не совсем верная информация, я участвовал в совещании, где обсуждались разные спектры вопросов по футболу и спорту, и там был представитель и глава федерации футбола, куда входит также, наверное, пляжный футбол, и один из вопросов был посвящен ему. Я к этому никакого отношения не имею. Я только про футбол, про факел, про зеленое поле и мячик на этой поле. Следующий вопрос. Работа Воронеж, такой еще вопрос. Заметили на фотографиях, что вроде бы изменился у вас поставщик формы. Насколько сейчас, в связи со всей ситуацией, сложно находить хороших поставщиков, которые бы давали качественный инвентарь, качественную спортивную форму, мячей и все прочее? Если так распространяясь, коротко ответить очень сложно. Вопрос, не уходить в нюансы, во-первых, напрямую, наверное, практически никому, может быть, за редким исключением вообще договориться невозможно. Это все равно будут компании-посредники, партнеры, которые могут это делать через параллельный импорт, то есть через страны, которые это могут себе позволить сделать. Но это все в разы усложнилось. На фото вы правильно заметили, хотя мы этого не скрывали, мы, наоборот, все показали даже по-шествии в новом. Усложнилась, конечно, все. Логистика, количество, скорость доставки. То есть во всех компонентах стало намного сложнее. Мы эту историю проработали просто там за полгода практически заранее. Нам это удалось. Но вот если как раньше это было, что-то закончилось, и через несколько дней я хочу дополнительно, вот так уже не работает, не летает. То есть теперь нужно закладывать минимум несколько месяцев, а то и больше, чтобы у тебя даже что-то дополнительное пришло, не говоря уже об общем заказе или каких-то больших поставках. То есть, конечно, в этом компоненте для всех стало намного тяжелее. Но и соотношение цена качества вас сейчас удовлетворяет того, что вы получаете? Или могло быть где-то лучше? В рамках, опять, всегда буду уже наскучил вам про финансы говорить. Всегда чем больше денег, тем качество лучше. У нас полностью устраивает то качество, которое есть, с учетом ценовой политики, которая нам была предложена. Потому что мы за, скажем так, те деньги, которые тратили раньше, условно, на более дорогие какие-то бренды, мы смогли полностью обеспечить одним заказом за те же самые деньги, не переходя рамки, там, условно, всю вертикаль клуба. То есть мы оденем и полностью академию, и всех сотрудников, и первую команду, и молодежную команду, и все это бесплатно в нормальном количестве и в достатке. То есть выбираешь иногда качество, иногда там возможности, да, свои. Мне лучше одеть всех детей, нежели сделать что-то там мега-супер качественное и так далее. Но, несмотря на это, на сегодняшний момент, на первую скидку, там, вот, еще, как бы, не играла команда в основной форме, или, там, одета, там, частично что-то роздымо уже там доходит еще, поставки доходят частично. Вот, качество нас устраивает, меня точно устраивает. Вот, что касается мячей, на этот вопрос, условно, больше, наверное, к примеру лиги, хотя они с этим тоже пристолкнулись, да, то есть мы, наверное, голосовали, например, лиги все-таки оставить более качественные мячи, но это немножко другая история, да, то есть футболистам и, в принципе, зрителям и репортерам, телевизионщикам, всем хочется видеть этот качественный, да, мяч, продукт, как он летит, как футболисты с ним обращаются, то есть был вариант более дешевый, мы от него отказались, решили все-таки всеми клубами, большинством клубов остановиться на том же мяче, который и был, то есть он дороже, и денег достаточно много лиги придется потратить, но здесь, вот, в этом ключе нельзя было качество ставить на второй план. Спасибо. Ну, обычно так всегда принято говорить, что остаться проще, чем удержаться на следующий сезон. По вашему ощущению, чем эти два сезона будут отличаться, чем уровень команд прошлогодних будет отличаться от нынешнего, но вот в целом по ситуации по этой, то есть как изменится примерник наш в этом сезоне, после него с прошлым? Мне тяжело говорить за все другие клубы, я думаю, что генерально или глобально, как угодно, премьер-лига там не изменится, да, то есть там будет кардинально как-то. Что касается, я могу говорить за клуб, за свой, где я работаю, да, или за Фатю, нам будет тяжелее, сто процентов еще, потому что к нам уже привыкли, все знают, и недооценки уже к команде не будет, несмотря ни на что, недооценки не будет, приезжая в Воронеж, понимая, какой здесь будет, какая будет поддержка у команды, если раньше это кого-то заставало врасплох, а это действительно так и было, по-первых, многие команды, игроков, которые не привыкли играть при полных трибунах и такой поддержке, они, возможно, иногда где-то тушевались, либо это их сбивало, то есть привычки такого уже нет у многих клубов, где посещаемость достаточно низкая, да, то есть здесь это по-другому. Но сейчас к этому все готовы, сейчас все готовы к нам, все готовы к тому, что мы, несмотря ни на что, пытаемся организацией и дисциплиной побить класс, то есть нам будет тяжелее, сто процентов. Вот для нас изменится это, как для других что изменится, я не знаю. В начале прошлого сезона клуб декларировал, что о судействе мы не говорим, о судействе мы не комментируем, потом ближе к концу иногда что-то стало прерываться. Ну, учитывая то, что третий тренер Факула за сезон по счету человек искренний и открытый, о чем мы помним по матчу с Уэльсом, вы его как-то будете инструктировать по поводу пресс-конференции, на которых он наверняка будет выражать свои эмоции, как это всегда был в его команде? Я очень дотошный человек в формулировках и, к сожалению, вынужден вас опять поправить. Мы никогда не декларировали, что мы не будем говорить или обсуждать все действия. Мы говорили, что мы не будем в прошлом сезоне письменно, документально отсылать в организацию СК, которая называется, ни одного документа по разбору ни одного момента. Мы это сделали и свои, как угодно, слова, обещания мы сдержали и за этот год ни разу не направили ни одного документа по разбору ни одного момента. Еще раз повторюсь, про комментарии и что-то еще в прессе я такого никогда не говорил. Я комментировал несколько раз решения непонятные в течение чемпионата, поэтому, делая из этого вышесказанного вывода, могу ответить на ваш вопрос, что никаких ограничений у тренера в комментариях нет. Комментировать любой тренер может все, что посчитает нужным, как посчитает нужным, если это не будет переходить какие-то этические нормы, либо нарушать нормы регламента в рамках перехода на какие-то, возможно, грубые и серьезные вещи, нарушения, за которые КДК или любой другой орган, ГРФС, может наказать и так далее. Мы никаких ограничений у них в сейва, поэтому вопросов не будет. Есть еще вопросы? В прошлом сезоне товаровичных воронежных болельщики, наверное, прославились нашу страну, своей культурой болельни, горячей поддержкой команды. Вопрос по этому поводу, будет ли продолжено в наступающем сезоне, это практика организации бесплатных автобусов для поездок в другие города, в Самару, в Ростов, в прошлом году, как ездили, в Матербург, в Долею? Исходя из наших, еще раз говорю, возможностей, мы всегда поддерживаем инициативы фан-клуба. Фан-клуб инициирует возможность и желание, условно, организовать несколько бесплатных автобусов. Мне тут многие что-то обижались, рассказывали, кто-то не допонял. Конечно же, все те болельщики, которые выезжают, мы же не можем организовать 150 автобусов и всех отвезти, ну или 1000 автобусов. Конечно, мы ограничены в этом, но мы делаем какие-то все равно вспомогательные вещи для них. И на определенные выезды, может быть, максимально мы сколько сможем отправлять. Там 3-4 автобуса мы всегда готовы отправлять, я об этом сказал уже и фан-клубу, руководителю. Ну, вот, это такое количество, да. Все остальные болельщики, настолько любящие команду и желающие ее поддержать, они выбираются сами. Там никто не попадает, к сожалению, в автобус, на кого места не хватает. Вот, они добираются сами, им за это тоже большой поклон. И такой поддержки не было. Мы в этом компоненте 100% номер один по выездным матчам. У ни у одного клуба нет столько болельщиков, которые поддерживают в другом городе. Других вопросов нет, то спасибо. Все, спасибо большое вам. Спасибо.